Сергей Мухов учится на четвертом курсе Пермского кадетского корпуса. Сейчас проходит практику вожатым в детском лагере. Подъем в 8, отбой в 12 ночи. Успел побывать и физруком, и помощником вожатого. Данная практика помогает мне открыть себя с новой стороны, научиться работать с детьми. Эта практика пригодится мне в будущем, как будущему родителю, как будущему офицеру, командиру. В работе с личным составом. Кадетский корпус – это школа жизни, рассказывают воспитанники. Помимо обычных предметов, студенты проходят огневую подготовку, знакомятся с радиохимической и химической защитой, изучают рукопашный бой. Почти все видят себя в будущем защитниками родины. Сегодня учебное учреждение включает 5 параллелей из учеников 7-11 классов. На сегодня здесь обучается 320 человек. Пока воспитанники Пермского кадетского корпуса проходят практику и отдыхают на каникулах, реконструкция и строительство новых мощностей кадетского корпуса идет в полную силу. Это спортивно-здоровительный комплекс, спальный комплекс на 450 мест, а также спортивная площадка. Наш регион одним из первых приступил к реализации проектов по возрождению патриотического воспитания. Неудивительно, что развитие кадетского корпуса, личный проект полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и губернатора края Виктора Басаргина, глава региона велел подрядчикам не допускать простоев в работе, максимально задействовать световой день. У нас есть план производства работы. Я считаю, что мы до 1 августа работы на данном объеме закончим. И весь объем этого здания КДЦ введем в действие. Для нас задача была не только создать условия для учебы наших ребят, но и за счет этих учебных заведений, я опять скажу, и кадетский корпус, Суворовское училище, поднять вообще престиж образования Пермского на уровне России в целом. И с этой задачей мы считаю, что справимся. Кадетский корпус – не единственное учреждение такого рода. Уже 1 сентября в Звездном торжественно будет открыто уникальное Пермское Суворовское училище Минобороны Российской Федерации, которое будет для страны готовить кадры совершенно нового качества. Руслан Пепеляев, Евгений Гилев, Терекомпания «Ветта».